В редакцию нашего телеканала обратились неравнодушные жители дома номер 21 по улице Заводской. Еще в 2017 году строение подлежало капитальному ремонту и вроде бы ничего не предвещало беды. Однако работы были выполнены некачественно. Теперь этим последствия приходится расхлебывать жильцам. Тем продолжит Наталья Кислякова. Проблемы жильцов этого дома начались еще в 2017 году. Здание подходило под капитальный ремонт. По документам изменения коснулись фундамента чердачных и цокольных перекрытий, а также выгребных ям. Впрочем, по словам жильцов, ремонтные работы выполнены, мягко говоря, некачественно. В декабре прошлого года у нас устанавливали септики и поставили септики на сквозном проезде. Мы просили их перенести в сторону, так как проезд очень узкий. Но фонд капремонта сначала согласились, а потом нам отказали и поставили на сквозном проезде. Сейчас получается, что у нас ломают трактора мостовую, так как им по проезду, что осталось, этим тракторам не пройти. Фонд капремонта говорит, что это ваши проблемы, что было согласование с городом. Но получил ответ от Бережного и от Паши Матвеева, от нашего депутата, что никакого согласования с городом не было. По правилам, перед капитальным ремонтом жители и дома приглашают на собрание, на котором рассказывают, какие изменения будут в здании. В нашем случае, по словам жильцов, собрание было неполным. О многих изменениях они не знали, а когда приступили к работам, было уже поздно. Всё началось с переборки полов. Знающие люди не стали позволять менять покрытие у себя в квартирах, а остальные попались и остались без тепла. Даже в летний период жильцам приходится на полную мощность включать отопление и обогреватели. Как поясняют в фонде ЖКХ, дело не в ремонтных работах. Всему виной капитальный ремонт федеральной программы ещё в 2008 году. Бум утеплений ветхих домов настиг Наринмар именно в 2007-2009 годах. Здания утеплялись и обшивались сайдингом. Ввиду того, что работы должны были выполниться в короткий срок, нормы были не учтены. Мы, со своей стороны, предприняли меры, чтобы попробовать ремонтировать фасады, утеплить этот дом. Но так как этот дом уже был утеплён в рамках капитального ремонта, как и программы вот этой, не нашей, а уже федеральной программы, мы как в рамках нашего уже законодательства 77-го закона не можем его сделать. Тут, получается, надо, либо делает город, как-то за счёт, не знаю, по 182-му закона, может ещё, то есть проблема не в полах, проблема у них в фасадах. У нас сделано вот, это 21-й дом, если что, у нас сделана тепловизия. У нас идёт холод не пополам, холод идёт именно по стыкам. Однако, почему жители не замерзали и раньше, а только после переборки полов, так и остаётся загадкой. Ещё одна головоломка – детская площадка. Для установки септиков рабочие перенесли забор, но так его и не установили. Сама площадка не в лучшем состоянии. Детскую площадку у нас, видимо, не осматривали, так как некоторые элементы скридились. Детская качель уверяет, что у нас на безопасном расстоянии от забора. Но был один случай, что мальчик ударился с детской качелей. Просили перенести. Чистый город сказал, что всё, мол, по нормативу. Забор даже не установлен. Он висит, забор у нас. После установки септиков на детской площадке ограждения. Детские площадки до 2014 года были бесхозные. Их устанавливали предприятия, а содержали сами пользователи. Однако ни документов, ни плана конструкции не было. Поэтому, когда пришло время инвентаризации, половину из них демонтировали. Аккуратором детских площадок стал чистый город. По детской игровой площадке, по адресу Заводская, 21, работы запланированы по восстановлению качелей, по ремонтной работе, по подсыпке песка. А так, по поводу повреждений, которые происходят в ходе работы рядом с нашими объектами. Моё мнение, что кто повредил, тот и должен отремонтировать. Сейчас Наталья Левашова готовит заявление в прокуратуру по факту халатности выполнения работ и собирается разобраться во всей этой ситуации. Мы будем следить за развитием событий. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Телеканал Север.